Последовательность эволюции звездных систем была предложена Эдвином Хабблом. Спиральная галактика наиболее распространенный тип, а наша галактика, Млечный Путь, относится именно к этому виду. Какие же еще бывают виды галактик? Всем привет! Вы на канале Блиц Ликбез. По этой классификации существует несколько основных типов галактик. Иногда к отдельному виду относят карликовые, однако ничем, кроме своего относительно малого размера, они не выделяются. И сами принадлежат к тому или иному типу галактик. Эллиптическая галактика. Со стороны выглядит как гигантская звезда, светящийся шар с сильнейшей яркостью в центре и тускнеющий к краям. Эллиптические или сфероидальные галактики почти полностью состоят из старых звезд, поэтому всегда имеют желтый и красноватый оттенок. Новые звезды в них практически не образуются, так как количество межжвездного газа и пыли в них ничтожно, хотя встречаются исключения. Отличаются между собой эллиптические звездные системы лишь по размеру и степени сжатия. Именно по сжатию их и классифицируют от Е0 до Е7. Составляют примерно четверть из числа видимых галактик. По классификации Хаббла это начальная стадия галактической эволюции. Спиральная галактика Самый распространенный тип и, вероятно, самый красивый, составляет более половины числа всех известных галактик. Выглядит как диск с ярким желтым шаром в центре, вокруг которого в виде спирали закручены более тусклые рукавоветви, голубоватого оттенка, из-за наличия белых и голубых свергигантов. От эллиптических галактик отличаются целым рядом особенностей строения. Во-первых, у спиральной галактики присутствуют рукава, где проходят процессы активного звездообразования. Во-вторых, присутствует звездный диск, относительно тонкий слой материи вдоль плоскости галактики, где находится основная масса объектов системы и звезды, в котором вращаются вокруг центра диска. В-третьих, широко наблюдается наличие межзвездного газа и пыли, необходимой для рождения звезд. Многие спиральные галактики имеют в своем центре своеобразную перемычку, от концов которой расходятся рукава. Классифицируются буквой «С» и различаются по плотности расположения рукавов. Количество рукавов в среднем составляет пару, однако встречаются и большие. В некоторых случаях рукава отличаются по размеру. Все они, если не переживать галактическое столкновение, закручены в одну сторону вокруг центра, где сосредоточена основная масса вещества в виде сверхмассивной черной дыры и плотного шарообразного скопления из старых звезд. Наша галактика, Млечный путь и Туманность Андромеды, с которой мы неминуемо столкнемся через 4 миллиарда лет, обе представляют собой спиральные галактики. Линзообразная галактика По классификации Хаббла, это промежуточный тип между эллиптической и спиральной галактиками. Линзообразные звездные системы обладают звездным диском вокруг центрального шаровидного скопления, однако рукава относительно малы и выражены не очень ярко, а количеству межзвездной пылевой материи недостаточно для активного рождения новых звезд. Основные жители – это старые большие звезды красного или желтого цветов. Различается по количеству межзвездной пыли и плотности перемычки в галактическом центре. Составляют примерно 20% от числа галактик. Неправильная галактика Ни эллипс, ни спираль. Неправильные галактики не обладают ни одной из распространенных форм. Как правило, это хаотически связанные гравитацией звездные скопления, порой не имеющие четкой формы и даже ярко выраженного центра. Составляют примерно 5% галактик. Почему они так сильно отличаются от своих галактических собратьев? Очень вероятно, что каждая такая галактика когда-то была эллиптической или спиральной, но ее изуродовало столкновение с другой галактикой или тесное соседство с ней. Делятся на два основных типа. Те, кто имеет хоть какое-то подобие структуры, позволяющие отнести их к последовательности Хаббла, и те, кто не обладает даже подобием. Иногда выделяют третий тип – карликовые неправильные галактики. В них наблюдается низкое количество тяжелых элементов и большое количество межзвездного газа, что делает их похожими на протогалактики ранней Вселенной. Поэтому изучение этого вида неправильных галактик имеет важное значение для понимания процессов галактической эволюции. Кольцеобразная галактика Это разновидность пикулярных галактик, характеризующейся наличием плотного ядра, окруженного протяженным кольцом ярких молодых звезд, отдаленным от ядра некоторым расстоянием. Визуально кольцеобразные галактики похожи на планетарные туманности. Вот так, друзья мои. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем здоровья и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok